Я хочу найти магазин. Говорят, он далеко. Мы вчера ездили в магазин. Нас возила Лариса. Мы много чего купили, но я хочу докупить простоквашу. Знаете, я вот люблю такой вот... Вот такая вот российская, да, у нас в украинском фото, в белорусском магазине в Баку. Продают такая в пакетах. Вот. Не как гатых, а. Такая вот простокваша. Она такая жидкая, вкусная. Я люблю очень. Как-то мы купили, я уже, хоп, и почти все выпила. Пойду-ка поищу магазин. Друзья, не переключайтесь. Здесь не дерево. Похоже на акацию. Вот такие цветы. Розовые, видите? Вот спросила дорогу. В принципе, спросить не у кого. Ну, я остановила вон ту белую машину. Не остановила. Женщина за рулем. Объяснила, когда тебе на маленьком магазине. Люблю спрашивать, когда я не знаю дорогу. Действительно, язык не только до Киева доведет, но и до продуктового магазина. Так как сейчас дождь и народа особенно не видно, спросить было, уточнить не у кого. Я зашла в реабилитационный центр и выяснила, что вот в этом доме, только надо как-то с той стороны зайти. Сейчас найдем ту сторону. Смотрите, какая очаровательная дорожка. Дождик то припускает, то останавливается. Абсолютно не холодно и здорово. Я нашла. Я нашла. Стоварилась. Купила пачку молока. Пачку простокваши. Надо зон достать. Жортик идет. И теперь нужно точно в зеркальном отражении вернуться назад. Надеюсь, что я помню ориентиры и дорогу. Итак, вперед. Сходим вот на ту тропинку и движемся к автомобильной стоянке. Что я купила? Я купила литровую пачку молока, литровую пачку простокваши и пачку сыр с Валей вот такими трубочками. Такую я, кстати, не видела. В общем, короче, пачку сыра. И я заплатила 3,20, то есть 4,40. Ой, 6,40. Я уже нашла магазин и все купила. Мужчину, которого я спрашивала, дорогу. Вот. И, значит, получилось 3,20. Это 6,40. По-моему, это недорого, нормально. Кулек, как они говорят здесь, пакет. Пакет нужно тоже купить. Если у вас нет с собой пакета, вам никто не положит, как у нас. Кучами пакеты дают. Пакет стоит... Пакет стоит... Сколько он стоит? Подождите. 20 центов. Пакет стоит 20. Ну и вот она, стоянка автомобиля. Вон он. Реабилитационный центр. От него поворачивать нужно налево. Плакуча ива. Прутик с утками. Мои ориентиры. Зелёный забор. Зелёный забор и от него направо. Прямо, прямо, прямо до развилки. Ой, я в своей многослойности запарилась. Что такое многослойность? Многослойность – это вид экипировки для выхода наружу в краях, где переменчива погода. Это очень удобно. Что-то такое вы должны иметь, что вы можете сбросить или накинуть в зависимости от дождика, холодного ветра, внезапно выглянувшего солнца. Вот сейчас в самый раз остановиться и скинуть одну из маечек. Так, остановка путника стоит. Хотела вам показать, как происходит облегчение экипировки. Но некуда было приспособить телефон. Надо... Ну, есть много приспособлений. Есть такие вот цепляющиеся, гибкие... Как сказать... Такие вот... Не проволоки, а вот такие гибкие штуки с лапкой. Вы можете эту штуку... Ну, наподобие, как бывает, гибкий замок. Только он держит форму, держит тот изгиб, который вы придаёте. Вы можете к ветке, к забору, к решётке прикрепить телефон в лапки и снимать всё то, что вы проделываете. Короче, у меня такой лапки нет. Поэтому я сняла одну из майк, положила её в карман и иду. Так, здорово. Сейчас я закрою зону, подожди. Вот она развилка, и мы идём в левое от русла, скажем так. Всё, я довольна собой. Я купила, что хотела. Я нашла магазин. Я благополучно нашла дорогу домой. Я не потерялась. У меня не наблюдается топографический дебилизм. Всё в порядке, друзья? Всё.